Ты знаешь, что я с голодами-то, вошкался, а? Желтая вода тебе в кошку давила? Вот ты, вошкался. Малыш еще не родился, но уже играет на сцене. Участницы конкурса «Я буду» мамы показывают свои таланты на восьмом месяце беременности. Однако петь и танцевать восточные танцы разрешают не всем. Перед конкурсом каждая будущая мама проходит строгий медицинский осмотр. Ну, перед конкурсом, естественно, мы показывали свою медкарту. У нас ее посмотрели, одобрили, кому можно. И поэтому мы тут участвуем с удовольствием и безопасно. За 13 лет проект стал популярным не только в Барнауле. Его переняли и другие алтайские города. Организаторам конкурса начали звонить даже врачи женских консультаций. Говорят, слушайте, ну когда у вас там конкурс-то? А то девочки у нас спрашивают, когда нужно забеременеть, чтобы принять участие в «Я буду мамой». Ну, как тут можно завершить этот проект? Так он и будет продолжаться. А супермамой этого года стала Ольга Зубарева – юрист и хореограф. Беременность не мешает ей танцевать лесгинку с саблей. Ольга уже мама двоих сыновей, а сейчас ждет дочку. Рассказать о своей семье вот так ярко и метафорично на конкурсе Ольги было важно. Я считаю, что конкурс больше не для женщин, наверное, а он больше семейный, объединяет семью. Запись будет, обязательно покажу. И жду дочу и надеюсь, что она тоже будет продолжать мой путь, так скажем. Несмотря на единственную корону победительницы, остальные участницы нисколько не расстроились. Они считают, что свой приз уже получили и на свет он появится совсем скоро. Анна Ирбис, Андрей Печоркин. День с толком.